ну тогда поехали давай еще раз послушаем я немножко прибрал этого шиммера все-таки да то и конечно же сегодня у нас интересная такая прям тимаха да мы вот сделали вот эту вот штуковину до три таких столпа кикбас и снейр вот они уже дают вот ну собственно послушаю уже трек как бы качает сам по себе да это же не весь трек да у нас здесь еще есть пару инструментов как минимум главный из которых конечно же это вокал все-таки в в треке это главный инструмент так или иначе он несет много всякой разной информации какую-то мелодическую информацию он несет в себе ритмическую информацию какую-то потому что вот ритмика вокала тоже очень в третье это конечно же вербальная информация слова нам важны но и в добавлении к этому или как отдельный какой-то вариант информации это конечно же эмоций если песня у нас круто спета мелодический все там есть артикуляция информация какая-то да но нет эмоций то такой трек на хрен никому не нужен если там нету эмоций если там нету вот-вот-вот того чтобы посыла этого самого да как бы так и не нужен никому если к что это не бенни бенаси satisfaction трек а там тоже эмоций хватает ну там этот майкрософт синтезатор пушми это же компьютер носить вот кстати satisfaction вот мы с тобой говорили про сайчейн да и вот это классический пример такого позднего сайчейна когда вот эта вот штука под названием дакинг там она прекрасно существует да когда там бас выезжает как бы из кика да вот этот дакинг такой самый классический дакинг но это не для твоей музыки здесь этого не надо да здесь надо просто вот по сайчейну решать вопросы какие-то можно немножко дакинга да да но это уже знаешь как такое другое а там именно вот на этом весь трек построен а полное отсутствие эмоций это тоже эмоция да ну то есть это тоже такой определенный посыл вот но если мы говорим про современный мир про современные тенденции то конечно же это как слушают люди музыку сейчас ну просто вот открыл там не знаю в контакте да там 15 секунд послушал мое не мое да то есть про это думал если раньше человек там шел покупал альбом поставил на проигрыватель и уже никуда не деться ему он был вынужден хоть там полчаса слушать а здесь уже все надо его или зацепить или он такой продействует да 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 абсолютно четко да так это и работает так ну что давай включать вокал последний танец для президента ну вот сразу скажу что вокалистка прикольная очень интересная хороший тембр все 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 интересно она интонирует она делает рисунок и мелодически ритмически для этой песни женский вокал конечно же более очевиден что она как партнер вот это вот самого главного героя песни да то давай посмотрим что у нас здесь есть мне понравилось как вокал подготовлен на самом деле очень даже неплохо смотри давай его сольно поставим после после вот тут немножечко кривенько отпилили после да нам это нафиг не надо большому счету иногда бывает гораздо хуже да иногда просто не не чистят рейкингом вокал и это просто все со всеми этими шипами да там с какими-то потусторонними звуками и совсем старым по-хорошему надо конечно сделать вот так вот у нас п начинается вот она желтенькая сплетуем последний танец для президента после почитать сейчас хорошо мне кажется какой-то стала последний последний нет именно здесь начинается давай послушаем это не п это просто какой-то послед это может быть ты правы где-то да это может быть момент складывания губ там последний танец для президента последний танец для страны диспостамента для монумента падает кто-то ну что я хочу сказать да что здесь прям трекинг сделан хорошо этого вокала да но зачастую бывают что здесь знаешь вот какие-то еще волнушка такая есть да там криво подрезали там еще что-то еще что-то а вот очень здорово да а кто писал пока я писал на ее микрофоне этом шур из 60-х то есть ты ты сам делал и собственно мультитрек сам делал все по сути ну прикольно молодец вот прям а потому что иногда приезжают мультитреки ну такие уже паскудные то еще у нас в вокале может служить какой-то такой странной штуковины дыханием я его вырезал кроме припева где я специальное дыхание не вырезал то что он добавляет какой-то эмоциональности ангеля до сведения его в принципе не стоит вырезать кроме как знаешь ну когда у нас в начале фразы какой-то да то есть там куплет закончился большая пауза припев чмоки чпаки там она может быть прикольно но конечно лучше от этого избавляться за исключением может быть знаешь каких-то джазовых композиций там где-то вот кого-то очень-очень легкого ракешников попсе это все тоже может быть прикольно то есть на самом деле лучше когда делаешь трекинг вот эти штуки не вырезать то есть потусторонние фразы да а вот именно такое это может быть клево это может быть прям прикольно иногда в каких-то там где пауза и это это перед перед вот где между между паузами какой-то небольшой промежуток да это может быть очень прогнал через диэс чтобы избавиться от детонации но вот где сейчас поговорим с тобой про диэсер про все поговорим давай слушать дальше последний танец для президента но ты тут и делал и эквализацию все остальное да нет эквализацию здесь не делал шур записал очень хорошо очень хорошо мне очень нравится хотя он вроде динамический но мне понравилось больше чем мой конденсатор ну разница между динамикой и конденсатором понимаешь да что динамика это неплохо но у него нету все таки вот это вот мега жизни да вот то что там после 10 килогерц да вот это вот воздуха аэра хотя здесь опять-таки повторюсь последний танец для страны но но все очень даже здорово технически прям клево записано так смотри сразу да вот эти вот при дыхании я сразу слышу что они громкие пока не понимаю насколько но мы все равно про это помним да то есть мы потом это сделаем тупо автоматизацией просто под просто их приберем давай пока приступим к такой простецкой штуки как эквализация вокала то нам здесь надо на что надо обращать внимание а при эквализации потому что все таки как бы я там не говорил что нет никаких алгоритмов все все это фигня алгоритмы это для топ не про но мы пользуемся некой ну плюс-минус схемы уши хорошо но если я еще и глазами что-то смотрю то конечно же это в два раза интереснее смотри что мы сразу можем видеть давать лупчик сделаем нет для президента последний танец видишь здесь у нас нет особо никакой информации для монумент скорее всего какие-то просто ну какой-то фоновый шум поэтому мы можем попытаться подрезать и видим сразу что вот ее но на президента и и ноты она поет последний танец где спас момента для монумента падает кто-то шифрой забыть сейчас подрезал бы все-таки ниже потому что этот гул добавляет куда естественность смотри вот я тебя про что хочу сказать что когда мы обрабатываем вокал любой граница обрезки не за какая должна быть как ты думаешь я думаю ниже чем сам вокал несколько вопрос насколько ниже и как это смотри нам важно вот когда нам важно отрезать букву точнее фоновый шум да но при этом сохранить какие-то прям прикольные штуки и если мы говорим про вокал конечно же это буквы б и п вот они должны быть причем они должны быть плотные красивые если это хип-хоп там они вообще могут быть очень сильные таки да прям плевок так больше чем бочка звучат да и там на уровне с вот давай так мимо кассы да просто я открою сюда какой-нибудь другой вокал мы просто это обсудим здесь тоже все хорошо прямо отлично но иногда бывает что буквы bp они прям фигачат по низам очень круто а вот здесь микрофон передо мной да я в него пою да и смотри буквы bp они очень широко расходятся они очень массивные очень да говорит анимаю да понимаю сталкивался очень большой всплеск и он широкий да и это может залететь в микрофон очень сильно да и зачастую них с пиццом так и пишут для определенных стилей музыки и фильтр здесь конечно же не спасет да он немножко рассеет этот звук да но не сделает но иногда бывает просто залетает прям там по низам очень большой всплеск такой каждый раз взрыв такой причем это очень часто если неправильно записано влияет и на все остальные на самом деле вот этот bp это очень важная штука да они должны быть они должны быть сочными четкими поэтому смотри вот ту эквализацию которую еще здесь конечно же сделал изначально да то есть тут просто обрезан президента последний вот президента вот понимаешь тут это же ключевое слово последний танец для страны а вот президента для президента для президента я попытался это отрезать так чтоб я отрезал фоновый вот этот низкочастотный гул да но при этом я не потерял эту букачку p иногда ее стоит немножечко прибрать конечно же да иногда ее стоит оставить а я бы например да вот сразу нет вот первую штуку мы сделали да мы отрезали не за но нам не хватает по что можем сделать сразу включить другой эквалайзер красящий и попытаться там найти эту букачку p попытаться немножечко сделать такое более плотно или не эквализацию или сатурацию в данном случае мне кажется что стоит взять сатуратор каждый случай последний обрабатывается там п такое такое не очень последний танец так мы мы сейчас все услышим и смотри что я вижу вот здесь для президента для президента видишь где прыгать для президента вот это для президента на 80 герцах она вот выделяется да и смотри что я сделал я поставил сатуратор перед эквалайзером да я просто думаю логично мне надо будет поднимать низкие частоты до нафига мне их потом обрезать еще раз другим эквалайзером да я просто поставлю краще эквалайзер перед этим вот и все да это будет то самое и 80 герц давай попытаемся здесь немножечко руль ну что вот этот пашечка да у нас такая прошла красивая причем широкой делаю но могу немножечко сузить для президента для президента для президента для президента для она работает она такое создает вот какой-то свой такой на п такое давление до дополнительно я даже на минуточке подбавил для президента получилось красиво да давай уберу вот эту штуку последний танец для президента и последний как хорошо последний танец а вот без нее последний танец для президента вроде бы тоже неплохо да но как бы вот чуточку чуточку подбавить не повредит то есть мы понимаем что в этой песне это прям такие ключевые моменты до чтобы они должны блин прорубать пачку должны читаться должны круто работать соответственно у нас и тэшечки немножко подбавились да и всякое такое переходим дальше к обычной эквализации да то есть вот здесь мы обрезали последний танец для президента можем даже немножко при убрать до последний танец для президента последний танец слушаем максимально нам надо сохранить голос сохранить тембр да и убрать из него все лишнее добавить вот в этот голос то что будет его только при украшать вот при этом ну вот на на этом начальном этапе стоит сохранить его естественно абсолютно естественно может быть там для разных других ситуаций можно тому как-то потом будет пережать там еще что-то сделать там ну вот какие такие штуки да но сейчас лучше нам сделать его максимально естественным но красивым мы всегда записываемся в каких-то определенных акустических условиях ну происходит запись да и как правило эти условия не идеальны то есть как правило мы записываемся в комнатах ну среднего размера там типа 12-13 квадратов 5 квадратов один квадрат в шкафу там да там еще что-то но это уже конечно жесть но любое помещение она имеет собственные резонансы это же очевидно и вот подавляющее большинство помещений среднего размера там типа вот как в районе 10 квадратов до 10 12 15 квадратов это резонансы которые будут подчеркивать голос 1 2 3 обертон вот давай посмотрим здесь сейчас это все будет очень видно просто на картиночке последний танец для президента последний танец для страны а вот обертона да они иногда просто выстреливают момента кстати тоже неплохо записано да но очень часто они просто выстреливают гораздо громче чем основной тон да поэтому база не танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента она дает и нос и всю вот эту вот фишечку да такую которую стоит перебрать чтобы вокал стал более причем это можно делать как обычной эквализации так и эквализации динамической последний танец для президента вот кстати в данном давать давай послушаем так и тогда вот мне сейчас больше это немножко по-разному работает да именно на транзиенте вот у нее транзиент такой он гнусами немножко там да вот этот последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента она вроде лучше стало но в данном случае будет работать лучше вот такая вот штука я чуть-чуть приберем эти средние частоты последний танец для президента последний танец для страны услышал совершенно четко слышно да она просто немножко облегчает этот звук чуть-чуть надо этого сделать да это что это мы нейтрализовали помещения или это что-то друг по большому счету мы нейтрализовали влияние помещения но так глобально те абертона которая туда принесло помещение вот эту вот серединку вот иногда надо больше иногда меньше но опять-таки повторюсь прям вокал записан очень круто да там там нет у этого эха там ничего такого нет иногда это просто услышится да и вот опять-таки серединка там решает до убирание вот это вот серединке не то что прям супер решает да но она как бы помогает помогает очень хорошо вот здесь видишь я прямо тут вот остановился и мне кажется что больше не надо последний танец для президента видишь здесь уже последний танец пересушена страны для монумента падает вот разница последний танец для президента она стала ближе она стала чище да а если мы еще ну понимаешь мы здесь перебрали все-таки по громкости да мы можем сразу немножечко подкинуть здесь чтобы у нас было слышимая громкость одинаковая вот и это вот такая вот вторая вешка до которой мы должны понимать при обработке вокала это и влияние и тут может быть влияние не только пространство самого да но еще и какого-то аппарата самого вокалиста там и все остальное да но когда мы видим давай отключу еще раз последний танец для президента последний танец для президента ну то есть смотри последний там вот это вот штук нота абертона что абертона вылазит громко значит их надо придушить то есть это такая еще и визуальная подсказочка иногда повторюсь прикольно воспользоваться динамической эквализации вот так вот сделать но в данном случае все-таки имеет смысл воспользоваться именно полноценной эквализации влияет на это почему именно вот такое а давай еще раз послушаем давай вернем сюда сделаем динамическую эквализацию на самом деле это всего лишь какие-то твои вот внутренние ощущения по большому счету последний танец для президента у него на этих на п да вот этот нос все равно выскальзывает динамические глаза что делать она вот когда громкость возрастает но динамический эквализации это делать довольно плавно то есть не сразу обрубает вот послушаем давай так последний танец для президента последний танец гнус вот этот голосовой остается да а давай сделаем наоборот динамику убираю делаю обычную эквализацию последний танец для президента сразу обрубает вот после по нету это да прикольно так иногда прикольно так тут очень сложно объяснить почему это и как ориентируйся на собственный слух вот но в данном случае конечно лучше вот так последний танец для президента последний танец для страны где спас так а у нас последний танец для президента для маноми то есть мы просто почистили вот это вот среднечастотную штуку да которая не только нам сейчас для вокала важно да а вот эта вот часть в принципе всего да она нотный там у нас ноты да там у нас в данном случае обертана но там ноты других инструментов и обертана других инструментов которые будут накладываться друг на друга и это будет какая-то чудовищная резюмируем да для вокала у нас 1 и 2 до всего вот две точки эквализации 2 можно при рулить еще третью возможно четвертую да но это уже по необходимости смотри что у нас еще есть вокале да нот в районе от 1000 до 2 там будет такое такой звук последний танец для президента последний танец для страны здесь постами и того в районе 2 килогерц я тоже при приберу последний танец для президента последний танец для страны я убрал звон вот такой вот до верхней резонатор вокалистки по большому счету да может быть его стоит чуть меньше прибрать сейчас последний танец для президент но и смотри компенсируем немножко да я опять здесь перебрал последний танец для презить я сейчас стал очень хорошо сушит с вот это нет я тебе говорю про общий тембр до в большем пока пока мы не касаемся сибириантов до сибирианта это отдельная штуковина мы про них поговорим вот еще раз слушаем отрубаю последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента да то есть мы здесь слышим какие-то не присущие вокалу частота прежде все ром и второе это вот именно вот этот вот верхний резонатор который дает нам такой вот носовой звук очень сильный и слушаем обработанное последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то живой здесь этого гораздо меньше понятно что все это мы не уберем да если мы будем резать кучу разных частот здесь до соответственно мы вырежем все и это будет очень странно и непонятно эквализация стоит и закончить по большому счету да вот ты сказал что тебе не нравится там сибирианты да c там еще что то есть несколько вариантов как это решить до вариант номер один вообще не решать и он как правило самый основной да то есть мы должны послушать референции потому что вот этот большая большая проблема до что люди пытаются вот эти вот zsc там да очень сильно душить давить а это не нужно это просто не нужно да то есть как бы если есть проблема если они прям знаешь очень сильно выкиркиваются да там прям то да а если это не проблема давай послушаем какой нибудь референс слышишь какие ски из-за самого прямо вы выбирает вот поэтому с кида лучше резать не десером ни в коем случае десер это очень старая схема плохая схема деса это что такое по сути своей это мультиполосный компрессор диапазон просто режет и делает это максимально грубо потому что полосы разделения частот у него до очень такие жесткие поэтому даже если есть какие-то вопросы у тебя там еще что-то вариант номер один как работать с с коми что мы здесь можем сделать жестокий танец потом танец наш на давай просто здесь делаем петельку коротенькую и видишь совершенно очевидно что это здесь работает да то есть мы лучше сделаем это с помощью динамической эквализации чем с помощью компрессора чем через с помощью десера да но это все равно плохо это все равно плохой вариант такте скажу да если ты работаешь с чем-то большим длинным то худо-бедно можно так сделать да но по большому счету здесь конечно лучше сделать самый логичный и простой вариант выбираем волюм причем при фиксный до всех обработок да и просто вот это вот сашечку понимаешь насколько она надо она остается естественной просто она становится тише все вот папа по дейсингу по всем этим транзиента самый самый лучший по той просто каждый звук как нам это сделать никакая автоматика не решает никакие там умные алга причем она решит этот вопрос и так как мы захотим давай в пачке послушаем жестокий танец медлит но давай еще чуть-чуть но тут главное ее не оставить без зуба эту девушку даже что бывает такое что прям ну совсем жестко жестокий танец медлит все видишь но это мы пока касаемся только эквализации такой глобальный да поэтому вот вот эту вот штуку мы оставим на потом давай все это вся эквализация если мы хотим чего-то добавить окей мы возьмем какой-нибудь другой да или опять таки или вот не знаю тот же но это не эквалайзер это сатуратор да но по сути это приборы которые работают с одним параметром с частотой да хочешь таким мы мы здесь уже нарулили да давай яркости добавим да что у нас этот динамический микрофон давай попытаемся добавить красоты яркости причем можно это делать там чуть повыше давай послушаем последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то шифа и тут уже можно рулить картинку которую мы захотим почему смотри последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента здесь нравится падает последний танец для президента последний танец для страны для монумента падает кто-то шифа и жестокий танец медленный танец кровавый вальс мазурка садистский фокстрот где топчут руки ломают ноги мне ничего не нравится и я бы ничего даже и не стал в принципе добавлять все хорошо вот немножечко папа под бустил там песочек вот тот самый верх так мы это потом нарулим с помощью чего правильно эверберации нам эверберация даст вот эту прям всякую такую прям жизнь да и даже немножко заменит неловко так что просто больно стоять когда на площадь смотрят винтовки продолжает плясать итак смотри вот такая вот минимальная эквализация вот смотри что далее давай сохранимся конечно же во всей современной музыки да мы сейчас вот говорили про эквализацию да мы подрулили какое-то вот звучание частотная но нам же надо еще интернационно это все как-то разрулить да то есть чтобы нотки были правильные здесь все спето как бы окей все здорово но но никто нам не запрещает попытаться это ну дотюнить до какого-то идеального состояния или почти идеального то есть по необходимости и конечно же лучший прибор сам знаешь какой или не знаешь был один ну да я даме реакцию реакцию лучший прибор из современных существующих мелодайн он хороший да и у него очень много функций клевых да то есть если там тебе надо рулить вибрато там еще что-то еще что-то да конечно тут мелодайн вообще вне конкуренции но мелодайна куча косяков по той простой причине давай сделаем вот такой или ну да давай я сделаю дубликат дорожки говорил потому что в репере алгоритм смотри он вылетает блин скотина такое первых он становится первым в цепь у него какая структура да он забирает это все в какие-то свои там файлы куда-то в себя до создает их и как только смотри например мы захотели вот я включу здесь мелодайн современный мелодайн поддерживает шланием ара с которой работает рипер то есть нам не надо это все прослушивать как раньше было да помнишь раньше было прослушать всю дорожку да он только потом записывал эту штуку и это было на самом деле для меня и даже как бы и получше чем то что происходит сейчас ну опять-таки мне что здесь не нравится это другие ход кей это другое управление вообще интерфейсом да ну то есть это к этому надо каждый раз привыкать это другое рождение но конечно же у дайна есть своя какая-то прикольная штуковина давай послушаем последний танец последний танец до низковат давай подтюним последний танец вот она стала ровненько лучше там где стоял последний танец вот тут вот тоже не совсем понятно да последний танец нет вот она была лучше там где стоял последний танец видишь вот это вот нотка да она тоже какая-то такая неправильная он ее отображает хрен пойми как но скорее всего это должно быть ре хотя но не в тональности нифига да соответственно видишь тут есть такая штуковина он типа так показывает ноту но по большому счету ноты это вот эти вот огибающие то есть нам надо сделать как-то попытаться вот так не дань последний танец плохо последний танец плохо то есть все-таки нам надо ориентировать вот по этой ноточки да потому что вот видишь вот 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 этот вот кусочек маленький до последний танец танец окей последний танец для президента последний танец я про что говорю в большей степени до что у мелодайна есть такая штука видишь я чет там порулил да а потом взял и здесь мне надо что-то поменять не знаю сплетнуть что-нибудь и как только я зайду в молодой блин ничего не меняется отлично он он просто иногда глючит он иногда просто вот ты знаешь сделал кусок работы все затюнил да а потом бабах и он начал вдруг пересчитывать и все вернул в ноль вот но на самом деле опять-таки повторюсь риатюн он великолепен если не надо прям делать жесткую там жест жесткий тюнинг он не работает лучше потому что в мелодане это все слышно давай в рубе мариатюн во первых мы его можем влюбить в абсолютно любом месте да то есть вот по сетке да то есть мелодане становится первым он как бы забирает файл и после него уже вся обработка идет вот риатюн можем знать тональность какая-то цель цель что можем правильно зачем нам черные клавиши если есть белая вот ну и смотри опять таки вот мы можем сделать просто трек апдейт знаем мы тональность не знаем пофиг да то есть вообще не думаю про тональность когда сочиняю но просто на гитаре а так вот легче вот и смотри что у нас здесь получать очень кайфово они не они не слышны вот для того чтобы услышать надо будут поднять там не знаю на три тона последний танец понимаешь то есть а здесь она вот когда мы просто до нотки до рулевым последний танец она вообще не слышно как работает последний танец для президента здесь явно не дотянута да вот этот для тут скорее всего здесь вот так вот и она будет работать для президента для президента вот этот вибрато пускай остается на самом деле я считаю что далеко не все нужно дотягивать до ноты потому что есть музыки и какая-то рациональная такая составляющая вот как это блюзову лад в джазе они немножко завышать инструменты играют нормально а вокалисты они где-то там на десятую тона завышают ну вот это она так работает а в каких-то музыках например в белорусской музыке вокалисты занижают немножечко чуточку в какие-то десятые тона да то есть тут какие-то обертона идут такие вот это прикольно мы проект стал будем говорить да просто иногда бывает что нету там какая-то конкретно никакая конкретно но то а движение между двумя между какие-то все это да все это есть а есть еще согласны которые по сути не нотные согласны звуки они не нотные гласные только да поэтому я например сторонник того чтобы до ноты доруливать только если вы прямо на слух слышно что здесь хочется до рулить вот да но я тебе все равно это должен показать для президента вот смотри такая фраза и я отключу последний танец для президента но все равно она приобретает какую-то немножко чуть-чуть но я слышу небольшую неестественность потому что человек не может не может так попадать в ноты и того в сухом остатке что да то есть тюнить не тюнить это решай сам то есть я например почти всегда тюню но не всегда все да то есть есть какие-то моменты например там типа средний танец вот танец здесь да да нет она он слышал на углу да я его слышу что он не попадает а да да вот вот такие вот моменты да стоит разрулить да то есть как бы но это опять-таки вкусовщина в современной поп-музыки тюнется все жестко грубо да если ты делаешь другую музыку решай сам нам но в слове танец например я бы врубил тот же риатюн да здесь однозначно простого современной музыки она настолько заценено что кажется что это поют какие-то роботы и это наверно прикольно они этого эффекта и добиваются но я ненавижу когда поют роботы но вот не люблю ничего не могу судно я с тобой в принципе согласен последний танец решена здесь немножко занизила сделали вот так вот средний танец так лучше вот этого да не перетянешь вот так средний танец для стыдак а она будет все аккурат именно на глаз но и делая вот этот кусочек до средний танец для страны для да тоже имеет смысл средний танец да то есть я я просто говорю что делай это так как ты это чувствуешь да но тюнинг конечно же это тоже в том числе наше все да вот какие-то нотки там подтянуть спасти нам что в голосе важно да то есть какую-то мы сделали частотную проработку этого всего дела там то нам еще важно конечно же динамическая какая-то составляющая и тут есть разные варианты давай мы пока уберем вот эту вот штуковину мы это но и смотри что мы сможем рулить да смотри то что называется общая динамика последний танец для президента я эту концовочку немножечко выделил последний танец а вот танец хочу наоборот чуточку прибрать то есть мы можем таким образом помогать вокалистам решать динамические вопросы да именно фразировку последний танец танец перебрал последний танец для президента а вот эту штуку можем сделать вот так последний танец для президента то есть я именно с помощью своего майнда придумал фразу эта фразировка называется и она уже немножко по-другому звучит немножко по-другому взаимодействует на наши умы это вот про что я говорил в плане того что эмоция и мы с тобой можем это немножечко подруливать как там надо последний танец для президента вот я уже переборщил до нужно чуточку неестественно но чуть-чуть последний танец для президента лишь и она все кири для президента может быть и даже немножечко погромче последний танец для президента нет все чувствуется что фигня на все ненатурально последний танец для президента а сейчас натурально и фраза другая да то есть вот я выключаю последний танец для президента и такой последний танец для президента особенно на слове для для президента куда почему смотри я поставил несколько точек буквально да и вот это вот тоже очень на самом деле большая долгая работа как это сделать но у нас есть варик такой себе но он варик он будет работать смотри есть несколько вариантов я тебе покажу общедоступный для разных долларов чуваки из waves придумали плагин уже давно но вот сделали в нем фишку очень недавно он называется vocal rider это уже начинается у нас с тобой динамическая обработка но это не компресс это именно райдер есть такая группа плагинов они работают следующим образом у нас громкость на дорожке возрастает они здесь будут вниз тягать вот на этом приборе у нас громкость понижается он будет вверх подкидывать давай послушаем как это работает последний танец для президента последний танец для страны то есть он работает по типу олдового компрессора до который уравнивает громкость но он не учитывает transient он работает просто вот как очень умный и хорошо слышащие звукорежиссер да и крутит ручку вот это симулятор этого звукаря на микшерском пункте именно так и есть то есть громкость вверх ручка вниз громкость вверх ручка вниз до громкость вниз ручка вверх он усоединяет причем как он усоединяет мы готовы рулить сами на самом деле прибор хороший и я сейчас еще покажу почему последний танец для президента последний танец для страны он нам не позволит какую-то динамику на рулить но он усредняет это все да это такой супер компрессор до который не будет там что-то душить давить да но он будет делать звук усредненным это неплохо на самом деле но можно его использовать и немножечко по-другому то есть он сейчас работает в абсолютно автоматическом режиме единственное что я сделал да это покрутил целевую громкость то есть я могу сделать так последний танец для президента последний танец для страны для монумента не на самом деле прикольно работает но вокал у нас получается какой очень такой задрюченный да очень средний какой-то такой из динамики из динамики да бинго без динамики вот но смотри что у него есть они придумали такие штучки видишь здесь of right при автоматизации он может прописывать автоматизацию по неру нажимаем right идем в main box на которой эта дорожка стоит да идем в trim и здесь включаем конечно же запись об и включаем последний танец последний танец для страны где стамента для монумента падает кто-то живой жестокий танец ну бинго дам условно говоря мы прописали всю дорогу да я убираю здесь right опять таки ставлю на ритм и здесь ставлю на ритм что получается что он работает уже не автоматически при вот этом вот варианте да а он читает вот эту вот автоматизацию последний танец и что мы можем использовать как и тогда он нам создал кучу точек мы их можем рулить понимаешь последний танец сделали здесь громче здесь тише да то есть мы всеми этими точками можем управлять как захотим это очень удобно последний танец танец хочу прибрать последний танец понимаешь последний танец громче последний танец очень прикольная штуковина но это такая общая употребительная хрень но мы же работаем в рипе и тут можно сделать интереснее круче не на самом деле прибор удобный крутой но мы это можем на самом деле сделать проще и лучше внутренними ресурсами мы берем любой абсолютно плагин у которого есть ручка громкости или какая-то другая ручка который те более интересно но в нашем случае конечно будет q3 и смотри мы крутим ручку громкости да и идем в параметры в наш любимый midi link здесь помнишь эту штуку до сайчейн причем делаем первое что давно понятно что громко ставим в ноль и сайчейн делаем от себя же у нас здесь сайчейн а нет сайчейн от себя то есть смотри что будет мы сделаем тот же прибор reader да но только внутренними ресурсами по большому счету и мы ставим на негатив то есть как только у нас громкость входящего сигнала будет повышаться прибор будет работать так что он будет понижать громкость но причем атака релиз здесь за нами но я пока поставлю такие опять-таки небольшие минимальные типа 30 и погнали последний танец для не хватает ему входного сигнала последний танец для президента последний танец для монумента он делает то же самое не вижу как он чем он дергает какой ручкой я показываю а видишь дергая да а все видно вижу причем мы можем здесь менять и атаку и релиз чего не можем делать в этом самом вы всегда в райдере вот и это очень здорово на самом деле потому что мы опять таки можем прописать эту же автоматизацию и опять таки потом использовать ручку вот этот посыл ну в смысле в драйда для того чтобы ну насколько у нас будет работать вот давай пропишем эту автоматизацию ну то есть мы изначально можем прописать более грубо до чем хотелось бы а потом просто скорректировать именно посылом да и тем же самым образом мы можем потом рулить громкости там каких-то вот этих вот хвост и так смотри ну собственно мы здесь сделаем то же самое врубаем на райт да и все у нас будет работать почему нет почему не работает а райт да так значит параметры у нас был какой громкость ой нет громкость возвращаем крутим громкость показываем этот параметр шоу in check envelope последний танец для вас почему-то не записывается а почему пытается точки тут создает там только видишь слабенько тогда то есть такие какие-то очень чахлые штуки я подкину здесь все таки минимальную громкость последний танец для президента последний танец вот но тут такая штука да что мы можем эти пользоваться но и всегда это надо то есть ты просто про это нужно знать да но конечно же тут лучше опять таки это такой знаешь вариант когда надо сделать что-то быстро много там и еще что туда по хорошему все таки лучше работать руками головой и слухом чем вот это вот компьютерный какой-то штуковины да все таки это музыка конечно же у нас главный орган управления всего этого да это громкость причем лучше pre fx на и то есть pre fx это то что пойдет на вот эти вот все плагины да и она там если мы даже но то есть post fx он будет очень такой знаешь заметно работать когда мы все обработали плагинами да и у нас потом просто падает громкость а тут она все пойдет в плагины и там немножечко тоже наш большой кусок работы лучше его делать после эквализации а еще лучше после компрессора конечно же да то есть чтобы уже было нам совсем очевидно да то есть после всей обработки мы потом сделаем да но я уже сразу включил но давай еще поговорим о том чем мы еще должны обработать вокал конечно мы его должны скомпрессировать в общем да то есть как бы для так такая тех техническая эквализация и украшающая эквализация да это конечно же два наших любимых пилотетра 670 или лейту и причем тут как их ставить вариант разный но как правило работает сначала 670 который нам не позволит убрать транзиенты которые вот наоборот их немножечко вытянет там все остальное да и он сделать такой вокал более стреляющим играющим на более активным что ли а и лейту и потом уже да он сделает его таким более звучащим но при этом таким более ленивых давай начнем 670 а вот такой мы уже неоднократно пользовались этим прибором помнишь да загадочным прибором которые работают по каким-то загадочным алгоритмом нет это компрессор никаких там загадочных алгоритмов все здесь переключает один из трех загадочных алгоритмов а вот этот ну да они кстати работают капец как по-разному да и даже видишь картинки меняются но это такой самый пошарпанный конечно ну можно с него и начинать это не принципиально просто потом надо слушать последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента для монумента здесь не хватает у нас последний танец а поэтому уже стоит работать конечно и страшил побольше загнать последний танец для президента последний танец для страны но зато как бпт как согласны начали фигачить круто да как он начал прикольно качать последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то шифа и а вот последний танец для президента последний танец для стопок от милан круто звучит да прям он облагородил насколько для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то шифа и ну на самом деле здесь не то чтобы она очевидна но для меня очевидно да но тут надо просто этом вслушаться да и понять вот реально вот милан прямо круто очень сделал прям очень здорово да он не добавился биллиантов этих сильно конечно добавил да но при этом смотри что он получили мы получили сжатие динамического диапазона без того чтобы он стал ненатуральным он остался таким но мы на 10 динамик на 10 децибел сжали динамический диапазон и это очень вот послушай пожалуйста я буду включать включать у нас штуку последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то шифа и жестокий танец медленный танец кровавый вальс мазурка садистский фокстрат где топчут руки ломают ноги и затыкают услышал да очень круто что выползли все эти вот ее хрип очки дата вот это вот сюда она дала жизни такой вот голосу до такой прикольный такой мощности мощноты до такой крутости вот и в этом сила вот этих вот алдовых компрессоров на самом деле да что они вот и тут все могут вытянуть причем при всем при этом мы не слышим что это пережата у тебя есть ощущение что это скомпрессировано а то не скомпрессировано нет от вот в этом ты самая главная штука надо мы динамический диапазон на 10 децибел прибрали а а оно не чувствуется и это круто да это это ну шаг для того чтобы сделать крутой трек такой да то есть как бы вот сейчас еще можем опять-таки при других немножечко настройках там послушать там разные да то есть в зависимости от того что мы хотим давай еще раз переключаем вот эти вот штуковины последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента падает кто-то живой жестокий танец медленный танец кровавый вальс мазурка садистский фокстрот где топчут руки ломают ноги но лондон он по характеру другой да а вот милан здесь в этой песне прям хорош я не знаю слышишь что это или нет да я слышу что он гораздо более мягким да милан более мягкий да он не дает пинка да он прям ложится туда в трек да я это тоже чувствую да и для меня это уже прям очевидный какой-то такой шаг чтобы да вот милан то есть в данном случае нам компрессор что сделал он вытянул согласны и он вытянул хрипотцу да на гласных нотах другой да вот этот вот эту красоту этого всего да при этом мы не убили динамическую составляющей этого голоса да то есть мы не не вмешивались особо вмешаемся да но не сейчас но не сейчас и смотри что можем сделать это конечно же всегда немножечко дать параллельки до 75 процентов пускай натура остается немножко в случае с компрессорами это очень часто работает что мы какую-то часть там 25 процентов живого звука пропускаем и давай сюда еще врубим конечно же лейтой он работает по-другому ну то есть не по-другому тоже компрессор да но он будет нам смотри что делать последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто-то живой жестокий я сейчас врубаю на всей дорожке да то что мы делаем это что мы не делаем ну или давай сила и начнем все кидать что-то я тороплюсь элэй он блин очень круто сатурирует очень легко но он легко компрессирует и легко сатуировать но это очень чувствуется он очень сильно выдвигает голос вперед вот такая вот у него особенность давай послушаем медленный танец кровавый вальс мазурка садистский фокстрот где топчут руки ломают ноги и затыкают рот но народ уже течет рекой он компрессирует чуть-чуть да но самая фишка в том что он немножечко добавляет вот хрипотцы какой-то вот такой вот среднечастотного какого-то проникновения вперед да ну у себя будешь слушать дам по включай по включая и проанализировать он реально звук выносит вперед и звук становится богат я его тоже не суши вы компрессию слышишь скорее как будто сатурацию да 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 но при этом он еще и легко компрессирует но он нелегко компрессирует он еще нам смотри вот посмотри не танец для страны можем больше падает кто-то живой жестокий танец медленный танец вопрос в том да что мы используете компрессором мы не потеряли динамики вообще да то есть как бы у нас песня даже ну как бы динамически лучше зазвучало даже без того что мы там что-то крутим рулем на жестокий танец танец кровавый вальс мазурка садись где топчут руки ломают ноги и затыкают рот но это было да то есть я убрал все обработку я включаю все обработку жестокий танец медленный танец кровавый вальс мазурка садись где топчут руки ломают ноги и затыкают рот да такая рафинированность и сразу от этого вот звук ощущения что это какой-то студии записано что такое профессионально бинго при этом она не потеряла вот чувственности да не потеряла динамики ничего не потеряла да мы где-то 15 децибел от фигачили от этого звука до этих пиков до мягенько легонечко да и соответственно но в пачку ляжет гораздо гораздо лучше и для мастеринга это гораздо гораздо лучше смотри мы сделали это исключительно благодаря ну спектр тут даже особо не влияет до минимальная эквализация и один компрессор и 2 компрессор все то есть вот эквализация тоже там что-то решила мы немножко там внизу последний танец для страны для монумента падает кто-то живой жестокий танец медленный танец кровавый вальс мазурка садистский фокстрат где топчут руки этом мы сейчас будем делать с помощью автоматизации очень много механической работы детектирование c никак не заделась автоматически или можно да можно можно опять-таки десеры тебе в помощь да но это плохо по той же твоей механике как ты показывал чтобы она на рулила автоматизацию сама потом просто берем оставляем только там же c может можно и так можно и так но я тебе скажу что гораздо проще и причем если ты будешь с этим работать приобретешь навык да это я тебе показывал не для того чтобы ты этим пользовался по большому да то есть как бы да пользуйся окей но это когда знаешь вот надо быстро что-то по-хорошему надо взять включить при фикс на автоматизацию и начать делать так последний танец для тут танец нас устраивает последний танец посмотри я бы здесь сразу взял и от на рулил танец чуть чуть погромче последний танец танец чуть поменьше а вот концовку танца последний танец для президент цешечку наверно не стоит трогать хотя если хотим да вот взяли на рулилечить потише сделай паш все это вот вот прям последний танец для президента для я бы прибрал для президента для президента я бы конечно же тут на рулил красивенько на вот что-то такое для президента и вот фразу у нас была такая стала такая последний танец для президента понимаешь это большая работа она часа полтора два три занимает последний танец для президента и я это штуку могу выключить она будет ровная линейная последний танец для президента разницу чувствуешь эмоциональную вот 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 этим вот можно прям из одного трака сделать другой причем она такая разница как бы вот вон еще нет но в то же время последний раз то есть для или последний то есть для это мозг впивается и все и ты уже от этого никуда не готов уйти до для президента да вот она такой сделать . но тут уже ты только ты можешь решать как внутри есть такая практика да я всегда говорю там вокалистом с которыми работу ребята вы берите пожалуйста приходите ко мне с текстами вот распечатайте тексты до 21 век фигня собачья до 21 распечатаем тексты садимся вместе и ставим просто на слова акценты как вы будете это петь если вы это не в состоянии сделать самостоятельно по идее люди должны это делать самостоятельно потому что в этом фишка в чем да то есть опять-таки ну я глубоко листь не будут но есть наша культура да там славянская есть западная культура вот и у них это давно давно у них вот если там взять все супер хиты современная да или несовременная тогда у них на фразу один акцент может быть полтора понимаешь да у них один акцент не 5 не 10 да вот как как у тебя здесь получилось да где со статарем для маноми она за счет того что везде акценты и она она все одинаковое да а если поставить один но четкий акцент то она будет прям очевидно вот одинаково сразу да блин я даже очевиднейше да то есть то или полтора ну то есть вот где-то очень сильный акцент это чуть послабее где то наоборот продавить домой телефон видимо звонок от миларинга до канала камера вырубилась и я тут застыл но не обращаю внимание это просто я на тебя смотрю ты так сидишь руки с таким вдруг вдупчивым лицом за кем нормально один всплеск на фразу такой хороший да все страху как бы получать на строкового стихотворения получается инго причем а если ты берешь четверостише да то в третьем четверостише там где-то посильнее да но это это такая уже тоже теория такая есть такая ну ты знаешь про золотое сечение естественно что на границе 3 4 3 2 2 3 3 должен быть какой-то такой вот вот этот штуковик загнутая такая золотое сечение называется на границе вот это получается в 4 стиш или да это концовка 3 3 страфы там должен быть максимальный всплеск но это все конечно тоже значит такой за уши притянутая но тем не менее она очень часто работает если поанализировать вот кстати мы про это не говорили но анализ это тоже наше все то есть как бы очень прикольная штука взять и что-то препарировать очень жестко прям капец как жестко до такой простой штуки что можно просто ну если это интересно взять какую-то песню какую-то да и просто ее переделать не переделать а то что называется вас разобрать на есть такой узелков у него там есть стримы не так и это правильно но это работает да потому что ты включаешь какую-то аналитическую штуку и понимаешь что а вот здесь так а здесь так а здесь ну не получается а по сведению тоже такое знаешь когда там ты снимаешь какую-то штуку и пытаешься сделать какой там или вокальный или гитарный какой-то прикольный эффект тогда и ты придумаешь своих пять штук прежде чем сделаешь вот этот вот который там придуман да но и тебе свои эти пять штук понравится а вот поехали дальше так ставлю здесь точку здесь конец фразы даже сразу две послушаем фразу последний танец для страны давай последний танец сделаем чуточку тише от последнего тут даже можно работать какими-то фразами последний танец для страны пашечку я принизил последний танец для страны для хочу погромче сделать здесь опять-таки вариативность она может присутствовать последний танец для страны такой она такой сделают чуточку потише да вот то оставлю а такой последний танец для стран и давай танец выделю причем над то последний танец для страны перебрал до микрофразировку такую до которую не сделал не доделал сам вокалист и ты уже со своим пониманием этой песни это все допиливаешь чтобы человеку было интересно это слушать как-то так вот но это на самом деле повторюсь это большая большая работа ну да это вижу уже в этой песне да когда у нас акустика когда у нас такое все пространственное да прям очень хочется это сделать и она же работает но я опять-таки повторюсь да дальше что на этой штуке последний танец для президента последний танец для вот и здесь мы тоже можем отработать все с очки все чашечки все там bp вот тэшечку хочу сделать здесь погромче да а кто мне запретит чтобы постамента было круче видишь визация она решает вообще блин дофига всего все и она стала читаться из постамента для аут придыхал очку да возьму и приберу чтобы она осталась из постамента для нам но сделалось чуть-чуть да потому что тут конечно за нато из постамента для нам очень сильно да а вот где-то вот сюда из постамента для нам она как бы вздохнула бы сделал это очень-очень легко где-то на дальнем плане где спас на меня подожди где спас на меня где-то битве давай грешечку немножечко мы этим можем сделать блин дофига всякой крутой работы где спас на нем где не трогаем где спас на менту или чуть-чуть перед переберем где спас на менту постамента ну давай чуть подкинем где спас на менту для где спас на менту лишь и мы вот так вот минимальными какими-то такими штучками да мы оживляем это все тело дополнительно оживляем девочка хорошо поет хорошо очень хорошо очень интересно да но разница между повторюсь вот этим вот последний танец для президента последний танец для страны где спас на менту для монумент и вот с этим очевидно очевидно да то есть а я ничего не сделал такого я просто поработал автоматизации громкость можно одни и те же ноты но вот именно за счет динамики прям сделать красоту и не только динамика еще за счет согласных букв которые мы где-то немножечко показываем а немножко прячем смотри с помощью вот этой вот штуковина да мы просто делаем какой-то просто красивый звук лишнее убираем минимально компрессируем какие-то частотки добавляем по необходимости вот этой вот штуковина а здесь делаем абсолютно основную работу по большому счету то есть мы работаем с автоматизацией мы убираем какие-то себе ленты мы прибираем при дыхании там и так далее и так далее да то есть зачем нам себе лент здесь делать каким-то прибором если все равно мы это все будем дело обрабатывать при этом не пользуемся конечно референсным треком до чтобы не уничтожить там эти зс бедня бедняги да там bp вот возможно bp стоит поднять да как вариант а давай а почему нет да то есть это всего лишь как бы какая-то мысль а причем садика интересная штука что когда мы поднимаем при фиксный сигнал у нас и сама картинка растет видишь это очень прикольно то сразу зажила да она была такая узенькая а сейчас стала последний танец для президента вот и п можно поднять потому что эрка и так громкая да то есть тут опять таки можно рулить такие вещи интересны но это все зависит от того для президента . п клевая получилось последний танец для президента она она к утрированная да но вкусная понятно что это все вкусовщина но тем не менее блин она работает это все аппетит приходит во время еды нет для президента лишь тэшечка такая плотненькая появилась тут какая интересная штука да что волям этот у нас сразу стоит типа в нуле да то есть мы его сразу можем сделать конечно же вот так вот то есть выделить все точки да и опустить вниз она не работает вот так вот тоже не работает вот так вот можно можно совершенно но только наживали чтобы не закрасились да то есть если ты предполагаешь что те надо будет много работать с этим сейчас нет а за них тянуть за сами закрашены его вот так а то выделение снимается ну наверное да да и соответственно просто здесь компенсирую по общей громкости вот это вот общей громкости но так работает режим тут их есть несколько до 3 мрит рит плохой вот рим рит лучше всего когда они не зависят друг от друга все это можно и нужно рулить да это интересно это не вот это на самом деле это такое то что самое главное смотри что еще мы можем делать и наверное должны сделать в большинстве случаев да это параллельную обработку вокала что мы здесь сделаем да вот давай послушаем последний танец я просто отправил на другую дорожку весь вокал назвал его вокс параллель и буду его просто очень 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 сильно компрессировать и я использую здесь компрессор дистрессор можно наверное любой другой но дистрессор для этого подходит максимально клёво на то есть он очень жестко может зажать все что я прибираю громкость я добавляю гейна там до плешки давай послушаем режим сжатия 20 к одному это вот для дистрессора именно самый тот режим работы который он любит и это то что называется параллельной компрессии это по сути лимитирование такое очень специфическое но лимитирование давай послушаем последний танец для президента последний так давай значит сюда больше отправим последний танец для президента я просто с этой дороги отправил больше посыла нам надо чтобы компрессор срабатывал прям вашу красную зону последний танец для президента последний танец для страны и она прям капец как жестко закомпрессировано жесточайше жесточайше да но нам вот эту вот штуку да вот прям мы можем на этой штуке останавливаться последний танец для президента последний танец просто подмешаем к основному макал вокалу но причем знаешь так с разницей где-то в минус 15 10 20 децибел сейчас послушаем последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента разницу слышишь да мы увеличили громкость но так чтобы у нас не уменьшилась динамика то есть динамику мы при этом не потеряли мы просто вот этот перекомпрессированный сигнал плотный жесткий мощный добавили в какой-то пропорции к основной громкости вопрос только у меня такое принципе же получается можно было не делать вторую дорогу можно было просто добавить в конец это тоже можно можно но так удобней так по итогу и чем рулить до можно было бы сюда подвесить тот же дистос да и просто подмешкой да там рулить что-то но так огни это раз во вторых смотри здесь еще такая есть штука как например разные виды этих параллельных компрессий есть такая штука как нью-йоркская компрессия последний танец для это классика вообще последний танец для страны падает кто-то живой жестокий танец медленный танец о последний танец для президента последний танец для страны я просто прибрал серединку ты прибрал ее в сыром сигнале или в жестко компрессированным жестко компрессированным только в нем только в нем а что это дает зачем это делается называется нью-йоркская компрессия мы не подмешиваем вот эти вот частоты которые нам дают все ноты то есть мы не покрашиваем основной сигнал группа да то есть в смысле не то что основной сигнал а там где частоты будут лисоваться да и давать муть это классика она мне не очень нравится на самом деле да давай послушаем с ней без нее так но поскольку мы здесь перебрали да я подкину здесь немножечко на выходе последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для совсем какой-то непонятно но вот этот вот эффект а вот когда улыбочку это делают вырезают серединку это для барабанов очень круто для компрессии параллельные барабанов но смотри что мы здесь можем сделать у нас же всегда работают такие штуки как ритмические какие-то изменения она перекомпрессирована никто не запретит воткнуть сюда шейпер бокс например да и сделать какую-нибудь странную непонятную хрень например по воле мой это все сделать последний танец для президента последний танец для страны качает я слышу а включи еще раз смотри это у нас работает только параллелька танец для президента я заставил ее качаться по мне танец и подмешиваем где с постамента для монумента падает кто-то шире мы слышим весь вокал весь вокал вместе с параллелькой последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента лишь она просто начинает качать да такое ощущение что она как бы движется в такт перед микрофоном да да и именно для этого такие штуки можно применять на самом деле любую параллельную обработку эквалайзеры там какие-нибудь реверберации мы так будем делать для вокала да там еще что то мы можем обрабатывать вот какими-то такими эффектами вплоть там для примитивной громкости да и смотри как она будет работать в пачке последний танец для президента последний танец для страны где с постамента для монумента падает я громкость перевал потому что многовато параллельки было да но слышно и это такую магию она делает я бы ни в жизни не додумался что это какая-то магия эта магия это магия сведения вот она именно в этом и заключается в какие-то вот штук которые абсолютно не очевидны но при этом работают и создают вот этот дополнительный движ какой-то да какой-то шебуршание там еще что-то вот вот этот дополнительный движ да вот вроде она бы и просто параллелька работала хорошо давай ее просто выключим но смысле этот прибор она будет тоже работать последний танец для президента последний танец для страны где стамента падает кто-то живой то есть даже если просто вокал сам послушать он уже начнет качать последний танец для президента последний танец для стран и конечно нам это дает прям офигенный какой-то такой варик для того чтобы пользоваться этими штуками а это всего лишь параллельная обработка от основного вокала да и шейпер бокс по громкостям можно сюда врубить любой другой варик здесь есть куча вариантов да там какой-нибудь драйвик можно фильтр да но громкость она но работает понятнее всего давай громкость вырубим и врубим например травик но здесь наверно драйвик нам не нужен но давай давай вот какой-нибудь последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента падает кто ну наверно меньше все таки да очень много подмешки последний танец для президента последний танец для страны где спас момента для монумента есть немножко по-другому работать но тоже по-другому вообще да а здесь видишь здесь нету таких простых решений для драйва да то есть вот такие прикольные последний танец для президента последний танец для страны где спас момента вот то есть можно кучу разных решений выбрать не знаю фильтр фильтр всегда прям хороший вариант но это то что будет обрезать там не за и верхами не просто громкость да не за и верхом давай простой вот такой выберем это же его пускай будет он на весь такт последний танец для монумента ну например тогда или половиночку включим до последний танец для президента последний три он тоже будет работать прикольно последний танец для президента gustaría там кстати прикольно работать неожиданно то есть вот такие вот штуки можно подкидывать я с ними работать инди искать вот какие-то интересные штуки а если мы все-таки смотри и эту это на сто процентов у нас работала сделаем этом на пол посек да и врубим все-таки волю последний танец для президента она вроде работает и просто вокал да но как только мы подмешиваем вот эту параллельку да но и плотняк добавляет еще добавлять вот это вот движение как если мы сейчас сольно послушаем будет вообще кто чисто последний танец для президента последний танец но за счет этого она подкидывает вот этот кач дополнительный да причем именно к вокалу вокал начинает качать сам по себе это очень здорово вот это применимо абсолютно к любому инструменту вот более того конечно же у нас есть разные части песни да и эту штуку можно автоматизировать на куплетах одно на припева другое прибираем убираем добавляем и делаем какую-то прямо фирмовую фирмовую штуку а наверное можно сделать какие-то прессе ты этого шипер бокса переключать прессе ты клевыми да конечно конечно можно они уже здесь зашиты есть смотри вот вот прямо на каждый из параметров да они прямо есть вот разные но можно я по-своему как-то да можно и пресеты зашить и просто переключать но если их переключать и между между собой плавно нет просто вот я вижу что у меня здесь закончился куплет начался припев я огибающую там другую делаю и можно можно но тут проще на самом деле проще будет да как я тебе говорю что плавно вот так куплет заканчивается да ты плавно ушел на подмешку в ноль а там плавно поднял с нуля до этого сама но так будет незаметно работать на абсолютно других параметрах вот на на протяжении там не знаю 16 до это убрал ту впилил чтобы она ушла да то есть чисто в это пошел да там чисто драй пошел это будет лучший вариант но экспериментировать может как захочешь я про что говорит что любой эксперимент это очень хорошо экспериментируй это круто это здорово понимаешь вот в чем проблема большинства людей что они не хотят видеть этого что это можно что это блин и что это может создать странно я сам себя ловил на таком что если я там беру какой-то синтезатор я такой ой сколько тут всякой фигни лучше присед какую исключу до присед же можно тоже дорулить как ты захочешь а потом какую-то вот такую вот штуковину например или еще что-нибудь живем 21 веке блин надо мыслить нестандартно стандартно мыслящих людей 6 миллиардов как минимум вот хочется выходить за грани этих людей да и до этого еще надо додуматься до этих шейпер боксов и так далее это еще надо знать что они есть я например не знал что такое вот есть может слышала не понимала здесь здесь есть свои нюансы но вот при таком использовании он блин ну вот синхронизируешь его да и все он там выдает тебе какой-то рисунок там на каждую четверть там чел а какой рисунок да а посмотрел что здесь еще есть а есть там я даже не знаю что вот это вот потому что я тоже там закостенелых каких-то вещах или просто я чем-то пользуюсь чем-то не меня не знаю что такой time попробую понравится мне не понравится вот крашу у них есть да такая тоже прикольная штука рано такая знаешь вкусовщина вообще мне никак не не пошло не понравилось принимаешь когда на скорость воспроизведения меняет включая даже и и наоборот задом наперед инверс а это time да так работать мне кажется это я так думаю мы можем да очень может быть резюмирую до чего мы добились у нас был вокал такой последний танец для президента последний танец для страны и стал он вот такой вот последний танец для момента вот то есть совершенно объективно бы улучшили характеристики этого звука то есть причем смотри мы использовали блин капец какие простые инструменты эквалайзер сатуратор компрессор два компрессора да ну еще один компрессор вот на параллельке и просто модуляцию этого голоса по громкости и фильтрику это уже немножко продвинутую вещь но приборы блин простые капец какие простые то есть я тебе скажу что на следующем занятии мы будем делать вообще магию мы это будем отправлять в пространство и ты просто не будешь понимать что вообще происходит как так мог могло получиться блин из этого голоса да почему тогда почему такое офигенное крутое здоровское то есть тут самое главное не сидеть жопой ровно на одном месте постоянно и думаем развиваемся там что-то делаем а может быть так а может быть так а может быть так там посмотрели там какие-то видосики там еще что-то офигенно и основный метод на Dreampstand и зап Quốc болные и Bunsen и они знают в Arguerna这个 о нем не самое верхней м reисения нашей страны например на яме там уже семейные разработки хотя то veux общем а другие что-то функциональные леса и прикладные легкие агромbon seventy-други этими для сборов которые до тихий с двух семей bangб parl幾何 диклад трамп которое если б в альбранный способткой рассчит established что это операцией Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...